Сегодня мы с вами поговорим о свойствах камней. Для начала посмотрите на наши камни. Они все разного цвета. У нас есть светло-коричневый камень, есть черный, а есть совсем светлый, почти белый. А также эти камни разного размера. Давайте посмотрим. Вот этот камень самый большой. Он почти с мою ладошку. А этот камень самый маленький. Теперь нам потребуются ваши чувствительные пальчики. Возьмем вначале один камушек, потрогаем его. Он на ощупь гладкий. Возьмем следующий. Он шершавый. На нем есть вкрапинки. Из-за этого создается шершавость поверхности. Далее мы с вами определим вес камней. Для этого возьмем самый большой камень в руки. Он у нас достаточно тяжелый. Положим его на ладошку. И возьмем маленький. Мы почувствуем разницу. Самый большой камень очень тяжелый. Рука прям так и тянется вниз. А самый маленький, легкий, мы можем его даже подкинуть. Это интересный и сложный эксперимент. Этот камень у нас лежал до этого на батарее. Он стал теплый. Он нагрелся. А этот камень лежал просто на столе. Он остался таким же холодным. Комнатной температуры. Мы можем сделать вывод, что камни могут нагреваться от солнечных лучей, от батареи и от других теплых нагревательных приборов. Следующее мы проверим плавучесть под камней. Для этого нам потребуется ванночка с водой. Камень. Возьмем самый маленький. Для сравнения мы возьмем пробку. Она у нас плавает на поверхности. Кусочек картона. Бумага, как мы знаем с вами, она в воде не тонет. И камень. Опускаем ему в воду. Он утонул. Ребята, смотрите. Он немножечко поменял цвет. Стал более ярким. Более светлым коричневым оттенком. Оранжевым даже, я бы сказала. А также, когда мы опускаем его в воду, идут круги на воде. Что нельзя сказать о других предметах. Таким образом, мы с вами можем сделать вывод, что камни бывают большие и маленькие. Они разного цвета, разные формы. Они могут иметь разную поверхность, гладкую и шершавую. Они могут быть разной температуры, а также камни тонут в воде. Они могут растяется. Продолжение следует...